Кредитные мошенники. Сегодня мы расскажем вам о видах кредитного мошенничества, ведь предупрежден, значит вооружен. Помощь посредника. В газетах много объявлений, предлагающих помочь с кредитом. Посредник берет с вас некую сумму, якобы за обход банковских процедур при получении кредита. Помните, что решение о предоставлении кредитов принимает автоматизированная система. Сотрудники банка или другие лица не могут повлиять на это. Если схема. На ваше имя оформляет товар в кредит. Посредник забирает его, выдавая вам взамен 50% его стоимости деньгами. Вас заверяет, что банк забудет о кредите и никто вам не будет звонить. На самом деле вам придется вернуть полную стоимость кредита, который оформлен на ваше имя. Погашение долга за вас. Организация обещает погасить ваши кредитные обязательства и заключает с вами договор финансирования, согласно которому вы должны передать компании часть полученного кредита. Сотрудники такой организации утверждают, что при передаче им около 40% стоимости вашего кредита они будут платить ежемесячные платежи до полного погашения. Человек отдает деньги и через определенное время за него погашают этот кредит. Но происходит это за счет денег следующих людей. Классическая работа любой пирамиды. В определенный момент времени, после получения большого объема средств от людей, организация перестает выплачивать ежемесячные платежи, а учредители пускаются в бега. Помните, что при этом ваши обязательства перед банками не прекращаются. Кредит для друга. Риск не всегда связан с мошенничеством. Иногда в неприятную ситуацию вас могут ввести и без злого умысла. Ваш друг говорит, что оказался в сложной ситуации, срочно нужны деньги и просит вас взять для него кредит, который он обязуется погашать. Ни при каких обстоятельствах не оформляйте такой кредит. Позже друг может отказаться платить по кредиту ввиду сложившихся обстоятельств или просто исчезнет. Ответственным по кредитному договору являетесь вы и возвращать деньги придется только вам. Будьте бдительны. Просто о финансах.